Костюмы и реквизиты из 10 старинных фильмов-сказок представлены в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве. Коллекция из архива киностудии имени Горького. Здесь раскрывают секреты киносъёмки. Это костюмы из картины «Новые похождения кота в сапогах», снятые Александром Роу в 1958 году. Опознать их было непросто даже профессионалам. Перед нами фиолетовые камзолы с золотой отделкой. В фильме же цвета совершенно иные. Цветовое решение поменялось. Один костюм стал коричневым, а другой костюм стал таким светло-бежево-золотистым. То есть это эти же костюмы, их не перекрашивали. Это цветокоррекция. Такие волшебства. Вот гардероб из картины «Морозко» 1964-го. Костюмы выполнены в древнерусском стиле до Петровской эпохи. Так одевались купцы и бояре в 17 веке. Здесь эксперты также столкнулись с проблемой опознания. Вопрос возник к красному кафтану Ивана. Оказалось, его изменили для последующей картины Александра Роу «Огонь, вода и медные трубы». Все времена костюмы часто использовались для разных сказок. Их немножко видоизменяли. То есть пришивали другой воротник или пуговицы. Мне рассказывали сотрудники, что они смотрят, вроде костюм тот, да не тот. И потом стало понятно, что это тот же костюм, просто использованный, ну, как бы немножко в измененном вот виде для других фильмов. Этот экспонат киностудия отпускала на экспозицию с большой опаской. В контракте прописан возврат реквизита по первому требованию. Это ларец с самоцветами – подарок Морозко Настеньке. На экране он сиял разноцветными красками. Вживую же – это шкатулка из обычного пластика вместо хрусталя, крашеное стекло вместо драгоценных камней. Он нигде больше не снимался, потому что это невозможно. Он узнается сразу. Но, тем не менее, его берегут уже больше 60 лет. И вот его редко дают на выставке. Вот нам в этот раз повезло. Выставка продлится до конца января. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...